Всем привет на канале Удачман. Сегодня мы с вами вновь вернемся к криминальной хронике у нас на политическом клубе и рассмотрим следующий факт, вернее вопиющий случай из жизни Германии, из жизни мигрантов. Обычная вербальная перепалка переросла в уголовное преступление, в результате которого один человек скончался от глубоких ножевых ран в больнице, другой находится под следствием. Что же произошло? На прошлой неделе в четверг 11 июля вечером один 37-летний гражданин Камеруна, проживающий в Берлине, приехал к себе во двор и поставил машину поперек парковочного места. То есть он занял по факту три места. Ну ничего, хозяин страны. Сразу же к нему подошел другой житель этого же дома, 29-летний турок с двойным гражданством, то есть он имеет и турецкое и немецкое гражданство. И потребовал убрать машину, перепарковать ее правильно. Началась вербальная перепалка, начались друг друга оскорблять. В конечном итоге вот этот вот 29-летний турок выхватил нож и нанес ножевые ранения вот этому Камерунцу. За всем этим наблюдали соседи, вызвали полицию, вызвали скорую помощь. Приехала полиция, скорая забрала вот этого израненного истекающего кровью Камерунца в больницу, где он через полтора часа скончался. Против этого турка завели уголовное дело. Но по сообщению представителя Берлинской прокуратуры Себастьяна Бюхнера, это попиющий случай из уголовной жизни вот этих вот мигрантов или эмигрантов, приехавших в Германию и ведущих себя здесь как, скажем так, как хозяева страны, которые просто-напросто попрали все законы и традиции и порядки и считают, что раз они здесь, то все обязаны перед ними преклоняться. Другой же представитель пресс-службы полиции Бениамин Йендро высказал опасения по поводу того, что сейчас на улицах практически уже невозможно контролировать всех людей, проходящих мимо вас, потому что кто-то, если и имеет у себя в кармане нож, это уже первый шаг на пути к совершению какого-либо преступления, потому что любая вербальная перепалка в таком случае может закончиться тяжелым преступлением, а то и смертельным исходом одной из двух сторон. И также он сказал, что когда случилось вот это вот преступление, сотрудники полиции хотели провести полностью расследование на месте преступления, снять улики, записать абсолютно все, что там находилось, описать, вернее, место происшествия, им помешало свыше 50 человек, граждан, жителей вот этого района Гезун-Брунен, полицейские просили этих людей отойти, не мешать работе следователей, в результате чего эти 50 человек начали набрасываться на полицию. То есть получается, что они, мало того, что они видели, что вот этот вот турок с немецким паспортом убил этого камерунца, так они еще не хотели, чтобы полиция искала причины, искала улики, и собирала доказательства преступления на этом месте. В результате вот этой вот свары пострадало несколько сотрудников полиции. И Пиньямин Йендро, представитель пресс-службы полиции, сказал по этому факту, что это невозможно себе даже такое представить, чтобы в правовой стране, в правовом государстве люди мешали работе правоохранительных органов. То есть, когда полиция становится на защиту этих граждан, они же наоборот начинают плевать этой полиции в лицо и набрасываться на нее с палками и с камнями. Да, это довольно-таки идиотские случаи, по-другому его не назовешь. Но против этого турка заведено уголовное дело. И почему? Скорее всего, он набросился на этого камерунца не просто так, не с одного же раза. Значит, что этот камерунец неоднократно поступал так вот по-свински в отношении жителей дома, в котором он сам живет. Если там есть определенная разметка на парковке, значит, приезжаешь, ставишь машину на свою разметку, не выходя за границы и никому не мешаешь, и ни с кем не устраиваешь никаких стрессовых ситуаций. Что же получилось в этот раз? Просто-напросто у кого-то сдали нервы. После того, когда они увидели, что этот человек приехал и поставил машину так, как ему захотелось, поперек. Вместо того, чтобы поставить ее правильно. Ну и результат оказался плачевный. Смертельный исход вот этого неправильного парковщика. Как там было вот это вот, типа стоп-хам, я паркуюсь как хочу или езжу как мудак или что-то такое. Это один из этих вот. Ну вот что имеем, то и имеем. И очень многие люди возмущаются, как такое можно, ведь это Германия. Да, это Германия, но вот в том же самом Берлине, опять же, в том же самом Берлине, я вам уже говорил в одном из последних выпусков, о том, что ультралевые организации поджигают автомобили вот этих вот граждан, которые работают в пенецициарных учреждениях, сотрудники или будь то охранники, или блюстители порядка, или просто сотрудники вот этих тюрем, в которых содержатся уголовные элементы, тяжелые уголовные элементы. По наузкиванию вот этих вот криминалов, эти ультралевые поджигают машины вот этих вот сотрудников тюрем и угрожают и дальше уже начать избивать членов их семей, врываясь к ним в дома. Это Берлин. То есть, когда у нас есть закон о полиции, у нас есть все инструкции, просто у нас правительство такое, которое зажимает полиции работу, зажимает, не дает полиции исполнять свои обязанности так, как она должна это выполнять. Ну и как обычно, в таких моментах я говорю, да, мы надеемся на то, что в следующем году на выборы в Бундестаг к власти придут действительно те, кому не безразлично развитие страны и будущее населения в этой стране. Вот такие вот дела. Не забудьте подписаться на канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк. Ну и всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok